Здравствуйте! В эфире программа «Первые лица на Дону» в студии Анна Туполева. Начался купальный сезон, но, как показал мониторинг, проведенный специалистами Роспотребнадзора, качество воды в донских водоемах оставляет желать лучшего. Где в регионе можно купаться, а где лучше не стоит, об этом и не только мы поговорим с нашим гостем, главным санитарным врачом Ростовской области Михаилом Юрьевичем Соловьевым. Здравствуйте! Добрый день! Михаил Юрьевич, ситуация с качеством воды действительно настолько сложная, как о ней говорят и пишут в средствах массовой информации? Сложно. Ситуация по одной простой причине, что мы переживаем несколько лет маловодия в области так называемого. И здесь тот мониторинг, который мы проводим, как зон рекреации, но это какая-то частность той работы, которую мы делаем. Основная задача, конечно, мониторинг качества питьевой воды и источников питьевого водоснабжения. И результаты и того, и другого мониторинга свидетельствуют о том, что мы последние годы имеем тенденцию к ухудшению качества воды, в силу того, что ее просто меньше. И, естественно, способность воды к самоочищению здесь немножко ухудшается. Плюс к этому, несмотря на то, что много сегодня делается по улучшению качества обеззараживания сточных вод, все-таки ситуация у нас остается не всегда благополучной. Поэтому сегодня тот мониторинг, который мы проводим по, предположим, по зонам рекреации, там, где действительно купается население наше, говорит о том, что не все хорошо. Это можно назвать такие территории, как Кашарский, Вешенский район или Шолоховский район. Это там, где можно или там нельзя? Нельзя. Ну, мы не рекомендуем. Нельзя категорично, когда есть патогенная микрофлора. Там будут уже все по-другому. Там будут посты полиции, там будут щиты соответствующие, что купаться нельзя. Как это делали мы, когда были выделены патогенные микрофлоры, в частности, холерный вибрион в городе Таганроге несколько лет назад. Там уже все было, ограждения соответствующие вводились. Здесь, на сегодня, патогенной микрофлоры в Ростовской области нет. Но есть ряд показателей, так называемых, санитарно-микробиологических, которые говорят о том, что есть загрязнение микробное. И санитарная служба не рекомендует купаться людям, потому что можно, в силу того, что идет заглатывание воды во время купания... Это может вызвать какие-то функции кишечника, в частности, либо еще что-то. Потому что достаточно сильное микробное загрязнение выше тех нормативов, которые сегодня установлены. Но категорично запретить мы не имеем права, потому что прямой угрозы и нет для человека, который посетит этот водоем. Вот еще раз, районы, где не рекомендуется Кашарский... Вешенский, Игорлыкский, Целинский, ряд пляжев, шахты, ну еще ряд территорий. Мы всю эту информацию регулярно публикуем на сайте Управления Роспотребнадзора, поэтому люди могут посмотреть. Это вообще доступно из сети, никаких проблем. Мы и обновляем ее регулярно. А в Азовском море можно купаться? Ну, такая же ситуация. К сожалению, что по микробному загрязнению, по общему микробному, по термотолерантным бактериям, там выше травмативов. Но патогенной микрофлоры нет. Поэтому мы сегодня говорим о том, что мы не рекомендуем, но запретить не запрещаем. А какие водоемы безопасны для купания? Ну, таких у нас практически нет. Но все равно что-то исследование есть? Все равно есть, да. И у вас же приводятся данные на вашем сайте, что есть районы? Да. На сайте Управления, на сайте Федерального бюджетного учреждения, там конкретные водоемы есть, указаны, где мы не рекомендуем, по крайней мере. А что касается областного центра, у нас, собственно, в Ростове не так уж много мест, где можно купаться. Да, у нас пять, по-моему, в городе Ростове. И вот по этим местам. То есть у нас есть соленое озеро, у нас есть центральный пляж на левом берегу моря, где вот вода, мне кажется, совсем грязная. Ну, не совсем как бы грязная, потому что все-таки проточная вода в реке Дон, но я говорю, что это те результаты исследований, которые мы получили сегодня, последние, говорят, о том, что, ну, патогенной микрофлоры нет. И отсюда все выводы. То есть купайтесь, ну, смотрите, думайте о своем здоровье сами, заботитесь о своем здоровье сами. А что касается воды питьевой? Что касается питьевой воды, здесь ситуация сложнее. Сложнее в том плане, что, опять же, в силу маловодности уже по итогам пяти месяцев мы имеем ухудшение показателей и по микробиологии, и по химии. И в источниках, и, соответственно, в разводящей сети. Причина – это малое количество воды. И здесь, как бы, прогноз у нас малоблагоприятный, к сожалению. Мы потребовали сегодня от руководителей хостсубъектов, которые занимаются подготовкой воды для подачи населению, усилить меры по обеззараживанию, по наличию запаса дезинфицирующих средств. На сегодняшний день этих мер недостаточно, да, получается? Нет, почему? Пока достаточно, но, понимаете, технологии обработки воды сегодня не позволяют полностью обессолить воду. Да это и не нужно делать. Полностью обеззараживать воду. Да это и не нужно делать. Всё должно быть, как бы, работать, чтобы не вызвало никаких конкретных сиюминутных последствий, таких как вспышки инфекционных заболеваний, либо последствия отдалённых, связанных с каким-то химическим загрязнением и соматической патологией. Вот на это нацелена сегодня работа. Ну, в принципе, в первую очередь, чтобы не было патогенов в разводящей сети. Это самая главная задача сегодня, которую нужно решить. У нас же есть вот большие федеральные проекты в Ростове, в частности, по строительству как раз очистных сооружений. Это всё как бы идёт, и мы наблюдали тенденцию в последние годы улучшения качества воды и в городе Ростове-на-Дону, и на ряде других территорий. Здесь как бы двоякая задача. С одной стороны, мы работаем по улучшению технологии очистки воды и приведению в надлежащее состояние разводящей сети, потому что, возможно, вторичное загрязнение, как бы хорошо мы не очищали. С другой стороны, необходимо развивать систему очистки сточных вод, потому что, если мы сбрасываем без очистки, без обеззараживания, то мы загрязняем источник питьевого водоснабжения в любом случае, и смысл тогда ремонтировать и реконструировать очистные сооружения питьевой воды. То есть здесь по двум направлениям это делалось, и результаты были. Но вот сегодня сложности составляют в том, что всё-таки мало воды в реке Дон, а это основной у нас сегодня источник питьевого водоснабжения, и поэтому требования, естественно, будут наши ужесточаться. То есть год в годы будет становиться меньше всё равно, да? Ну, я не знаю, как климат. Потому что всё равно идёт тенденция, наверное, уже годами, да? Годами, да. Здесь масса и деятельность человека свою лепту вносит, наш судоходный канал и всё остальное. Ну а достаточно для безопасности просто хотя бы воду из-под крана процеживать через угольные фильтры, да? Ну, достаточно, в принципе. Другое дело, что нужно чётко следовать рекомендациям, которые указаны в инструкции. Потому что через некоторое время, учитывая качество нашей воды, этот фильтр может стать сам источником загрязнения воды. То есть мы надеемся, что мы будем пить чистую воду. На самом деле на этом фильтре выросли микроорганизмы, которые загрязняют уже воду дополнительно. Поэтому здесь, приобретая пользу любыми фильтрыми, в принципе, нужно периодически и в соответствии с инструкцией в зависимости от качества воды менять фильтрующие элементы. Ну а что касается уже не о воде, хотелось бы поговорить о целом о лете. О лето прогнозируется жарким. И даже не знаю, как правильно сказать. Не то, чтобы прогнозируется, но стоит, наверное, опасаться вспыши каких-то инфекционных заболеваний. В 2013 году мы работаем для того, чтобы мониторить ситуацию, делать прогнозы и не допускать. Ну и что показывает мониторинг? Ну, мониторинг пока сегодня мы имеем по пяти месяцам рост общей заболеваемости инфекционных где-то процентов 6-7 по территории области. Рост, конечно, кишечных инфекций, как установленной, так и не установленной теологии, связанной в основном с кишечными инфекциями, такими как дизентерия, сальмонеллеза. И есть у нас проблемы и с вирусными. Это ротовирус, норовирус. Но групповой вспышицы заболеваемости у нас за 5 месяцев этого года не было. Но ее сложно прогнозировать, правильно? Нет, ее нужно предупреждать, потому что ростовая заболеваемость возникает, как правило, в организованных коллективах, где есть нарушение режимных моментов. Вот опыт групповых заболеваний предыдущих лет показывают. Это, как правило, несоблюдение элементарных требований гигиенических персоналом, пищеблоком. Это несоблюдение требований водоподготовки или нарушения на очистных сооружениях питьевой воды. Вот эти в основном причины, то есть человеческий фактор, несоблюдение технологий, правил, которые необходимы. Там ничего, будем говорить, кровью написанное правило сегодня. То есть соблюдайте правила, и все будет нормально. Почему мы должны, предположим, есть жесткие требования? Нельзя держать более двух часов пищу, приготовленную для организованных детских коллективов. То есть два часа прошло, все. И это не должно быть. Такие факты есть, да? Ну, естественно. Ну, постоянно мы выявляем какие-то нарушения. Сегодня летний организованный отдых. У нас порядка 900 пришкольных участков. До конца лета порядка 100 тысяч деток у нас должны пройти через летнюю оздоровительную кампанию. На все территории области. Да. Я не говорю за то, кто будет выезжать в Крым, Краснодарский край. Да, мы говорим только именно о Ростовской области. То есть то, что организовано. Порядка 10 тысяч детей у нас приезжают с других территорий. Вот, в частности, на побережье Таганровского залива. Ну, и здесь специалисты, конечно, будем так говорить, круглосуточно занимаются вопросами, связанными с обеспечением безопасности пребывания детей. Ну, как вы оцениваете на сегодняшний вопрос? Ну, сегодня ситуация достаточно спокойная. Хотя вот те миграционные процессы, активные, которые сегодня в связи с известными событиями на соседней территории... Они как-то влияют? Они влияют очень сильно. В силу того, что коммунальная не совсем благоустроенность там, после боевых действий, так или иначе приводит к возникновению повышенной инфекционной заболеваемости. Миграционные процессы, то есть постоянное движение, население, даже небольшие расстояния, поводит к тому, что мы просто элементарно там не помыли руки. Где-то продукты питания в условиях высокой температуры, их можно было хранить два часа, а мы три-четыре часа хранили. Это приводит уже к бактериальному обсемнению, соответственно, каким-то явлением уже со стороны желудочно-кишечного тракта в плане расстройств и того. Это элементарная вещь. То есть почему мы имеем вообще в принципе летом повышенную заболеваемость? Люди едут на отдых на Черноморское побережье, там, ну вот, в последние годы. Так или иначе, опять же, вот эта бытовая неустроенность, она приводит к тому, что так или иначе нарушаются правила элементарные личной гигиены, что приводит к увеличению заболеваемости. Ну и не только на Черноморское побережье. Люди едут в экзотические страны, там, где есть экзотические болезни. Там уже совсем хорошо все. Там и другие паразитарные болезни, там и малярия, там и ряд других заболеваний, которые как бы, ну, для нашей медицины экзотика. И возможно, что могут и пропустить. В прошлом году были такие ситуации, случаи? Ну, как бы, такого сверхъестественного ничего не было. Были завозные случаи малярии. Не у нас, в принципе, каждый год. Но здесь больше не туристы. Здесь больше люди, которые выезжают на работу в страны Африки. Вот они нам привозят малярию. Приходится по каждому случаю разбираться. Но все экзотические заболевания, они в большинстве своем, вот именно из африканских стран, да? Почему? Индокит, Итай, тоже так же возможно. Значит, все страны теплым климатом, так или иначе, у них больше различных протезоинных, листных инвазий. Здесь как бы... Ну, вот если, обращаясь к зрителям, которые сейчас нас смотрят, что бы вы посоветовали тем, кто собирается на отдых в экзотические страны, где есть риск вот... Ну, во-первых, мы работаем очень плотно с туристическими фирмами. И в зависимости от страны пребывания, куда направляется, там есть целая схема подготовки. Либо нужна прививка, там, от той же желтой лихорадки или от чего-то. То есть в обязательном порядке. И выдается человеку памятка, что он должен делать. В какой-то стране вообще нельзя пить никакую воду, кроме бутылированной. И даже прикасаться к ней. Иначе нельзя там есть в таком... Такие-то вещи. Потому что, ну, это может привести к определенным последствиям. Поэтому нужно чутко следовать инструкции, потому что здесь все прописано абсолютно практически все страны. И туристические фирмы за это отвечают, как бы, финансово, если они не проводят такие вот предупреждающие семинары. Нельзя, допустим, какие-то ввести принудительные прививки? А зачем? Нет, ну, человек, как бы, во-первых, это дело добровольно. Но этот человек должен быть предупрежден. Может быть, у него просто аллергическая реакция. Нельзя делать животный белок в виде прививки. Поэтому здесь, как бы, ну, человек должен знать, что выезжая в ту или иную страну, есть проблема, с которой он может столкнуться, если он не примет определенные меры профилактики. Вот и все. Возвращаясь вот к миграционному потоку, в принципе, в прошлом году не было каких-то критических ситуаций, да? Да, да. В сфере санитарно-печинной. Да, нам удалось как бы удержать ситуацию. Заболеваемость повышалась. Небольшая была групповая заболеваемость с альмонеллезом. Ну, там, 10 человек у нас заболело. Вспешку успешно ликвидировали. А с мигрантами вы тоже какую-то работу проводите, да? С мигрантами это отдельный раздел работы в обязательном порядке. Те, которые въезжают на территорию России просто в виде как к родственникам, так или иначе, проводится термометрия бесконтактная на всех пунктах пропуска. Есть оборудование. То, что касается и вот все, которые с температуры, они как бы уходят в изолятор, с ними проводится работа, выясняется причина. Что касается мигрантов, те, которые приезжают на работу, здесь уже другое совершенно. Здесь полный медицинский осмотр, выявление инфекционных заболеваний. И по ряду инфекционных заболеваний есть соответствующее законодательство, которое позволяет нам делать вывод о нежелательности пребывания данного человека на территории Российской Федерации. А что касается беженцев с Украины, вот сейчас опять усложнилась ситуация на Донбассе. Возможно, ожидается там опять какое-то увеличение потоков. Они же тоже все проходят какое-то медицинское обследование. Ну, сложно, конечно, представлять и в этой ситуации провести медицинское обследование, когда у большей части нет никаких документов медицинских. Тем более, что у нас на Украине немножко отличается календарь профилактических прививок. Вообще он там был не совсем обязательно. То есть люди должны были покупать вакцины, чтобы прививаться. Тем не менее, в обязательном порядке, естественно, что медицинские осмотры хотя бы предварительные проводятся, чтобы нам не завести особо опасные инфекции. Еще какие-то приятные. Хотелось бы в завершении нашей беседы о приятном скором времени медики, ваши коллеги будут отмечать свой профессиональный праздник. Что бы хотелось пожелать? Ну, в первую очередь, наверное, спокойной санитарно-эпидемической обстановки. А это лето, потому что это нужно. В силу того, что лето всегда напряженный период в деятельности, в нашей работе. Ну, а всем медикам самое главное – здоровье. Здоровье профессионального роста, удачи в работе, ну и повышение заработной платы. Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Редакция нашего канала также присоединяется к поздравлениям. Я напомню, что у нас в гостях был главный санитарный врач Ростовской области Михаил Юрьевич Соловьев. До встречи.